Привет! Меня зовут Артур Гисари. Я Татьяна Балушевич. И мы ведущие курса Start Strong. В этом видео мы вам расскажем, как успешно начать свой первый рабочий день. Итак, вы выходите с рабочего интервью. И дальше есть два варианта. Либо вас берут, либо нет. Есть две формы отказа. Первый вариант – вам не звонят в течение двух недель. Либо второй вариант – вам позвонили и сказали, что вас не берут на работу. Или вам прислали письмо, в котором сказано, что вы не были отобраны. В этом случае не отчаивайтесь. Потому что я бы советовал подавать свои CV в несколько мест одновременно. Здесь есть нюансы. Мы уже несколько раз проводили параллель с личной жизнью. Если человек, который вам нравится, и с которым вы хотели бы быть, знает, что вы одновременно пытаетесь встречаться и делаете предложение десяти другим людям, это будет неприятно. Поэтому этот человек не должен знать об этом. На самом деле очень плохо, если работодатель звонит вам, чтобы сказать, что вы приняты на работу, и вы начинаете спрашивать, а куда именно? Или, еще лучше, вы говорите, а, да, на самом деле я уже начал работать в другом месте. Попробуйте этого не допускать. Если вы приняты на работу, и мы вам звоним сообщить об этой радостной новости, мы также от вас ожидаем то, что для вас это будет радостная новость. Конечно, если вы до этого не обсуждали условия работы и правильно сделали, то сейчас у вас самый удачный момент для того, чтобы это сделать. Спросите, когда будет первый рабочий день, или когда вы можете прийти для обсуждения деталей. Итак, теперь вы знаете, когда у вас первый рабочий день, или первое обсуждение, куда вам нужно прийти, как вам нужно одеться, и начинается обсуждение условий. Вы увидите рабочий договор и никогда его сразу не подписываете. Лучше все взять его на дом, прочитать, и желательно не вечером, а с утра на свежую голову, потому что рабочий договор – это то место, где будут прописаны ваши обязательства и ваша ответственность. Там также, как правило, будет указана ваша зарплата, с налогами или без. Это очень важно уточнить. Если у вас есть знакомый юрист, обязательно дайте ему прочесть договор. Если вам не дают договор на руки, а просят подписать тут же, это должно вас насторожить. Не соглашайтесь. Итак, наступил ваш первый рабочий день. Во-первых, обязательно придите. Во-вторых, не опоздайте. В-третьих, если вы опаздываете, обязательно сообщите об этом работодателю. И будьте готовы к тому, что если вы опаздываете больше, чем на 10 или 15 минут, первый рабочий день может быть и последним рабочим днем. Возьмите с собой блокнот и ручку, потому что первый рабочий день несет с собой огромное количество информации, которую вы просто не в состоянии будете запомнить. И в свой первый рабочий день обязательно задавайте вопросы. Все, что вам интересно, все, что вам не ясно касательно своей работы. И опять же, все, что вы не обсудили во время интервью. Сейчас самое время задать это все. Как не обмануть ожидания работодателя и как им соответствовать? На самом деле, разные работодатели хотят абсолютно непохожих вещей. Кому-то очень важна инициативность. Кому-то важно, чтобы вы просто детально выполняли порученные вам задания. Поэтому обязательно проговорите с работодателем, как он или она будет оценивать результат вашей работы. На этом мы заканчиваем наш курс. Большое спасибо, что вы были с нами. Мы желаем вам большой удачи в поисках работы, в проведении интервью и, конечно, в построении вашей удачной карьеры. Помните, что абсолютно все возможно. Ваша карьера в ваших руках. Поэтому начните сегодня... Старт Стронг! О боже! Скажи, в каких местах ты хочешь? Привет! Меня зовут Артур Гиссари. Я Татьяна Багушевич. И мы ведущие курса Старт Стронг. В этом видео мы вам расскажем, как подготовиться к рабочему интервью. Как подготовиться? Как подготовиться? Я готов. Я готов. Хорошо. В Европе уже не будут. Например, я не буду делать это, но я не буду. Но это не успеха. Все успехи. У меня есть ураги, коллеги, курсадебри. Ураги... Вот он прям волчий. Курсы бэбри. Я хотела что-то про курсы. Ну, скажи. Не обязательно. 40. Меня зовут Артур Ди Сари. Артур Ди Сари. Работодатель так и напишет. Обычай это значит вам нужно уметь пользоваться почтой. Плечи, плечи, плечи. В следующем видео мы расскажем вам, как понять, чего вы хотите на самом деле. Как научиться формулировать свои цели и их достигать. Оставайтесь с нами. Свои комментариями. Свои комментарии. На этапе слонизации стандарта фразы спорта. Касмолеты отбилдивши радушис. Вай атремацус. На этапе слонизации. Касмолеты отбилдивши радушис. Так как информацией будет очень много. Вспотели, голос дрожит и не можете никак подобрать одежду. Если это так, значит все хорошо. Вы волнуетесь. Вы боитесь нас. И правильно делайте, ведь мы вас съедим. Ну, ребята, разошлись. В конце поблагодарите за интервью и пожелайте всего самого наилучшего, кто принимал участие в собеседовании. Не забывайте свои личные вещи, выходите из офиса. Несколько вариантов, как это может произойти. Первое. Во-первых, у вас две формы есть. Ты взяли или не взяли. Так нет, подожди, ну а четыре? Ровно за минуту до начала. Заходите, называйте свое имя. Секунду до начала. Ну так заходи, что вы там, называй свое имя. Скажи, как тебя зовут? Что ты пришел? Что тебе надо? На этом мы заканчиваем наш курс. Спасибо, что были с нами. Это ты говоришь. Ты говоришь. На этом мы заканчиваем с вами этот курс. Спасибо, что вы были с нами. И помните, что абсолютно все возможно. Возможно. ический шпичет. О, это будет очень хорошо. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы подняться. О, это будет популярная футболка. По этому поводу. Субтитры подогнал «Симон»